Вот это вот всё от своего имени ты не делаешь, но у тебя оказывается это семейный такой бизнес, когда у тебя семья занимается, жена у тебя активна в этой теме, и вот это вот всё идёт, а ты потом садишься на камеру и такой с таким красивым внешним видом, братья, вы должны иметь хорошее мнение, we love you, you love me, subhanallah, это такое лицемерие, это настолько недостойное поведение. Так, как я понял, у Томсу какая-то личная обида нарушита. Да, давайте мы начнём, наверное, эфир как раз с этой темы. Хвала Аллаху перед тем, как этот эфир начался, появилось видео разъяснение от братьев из Худа Рус, и хорошо, что в этом эфире можно об этом сказать и эту тему уже закрыть. Как вы знаете, позавчера, вчера, к сожалению, была поднята тема, создавшая очередную фитму, один из роликов на канале Худа Рус, который был опубликован 10 лет назад. Там был выявлен такой момент, где слово Чечня, это вообще сама эта проповедь Мохаммада Абдулджабара, это проповедь на английском языке изначально, то есть там идёт перевод с английского на русский, а не с арабского. И он, говоря на английском, отчётливо начинает произносить страны, и страны и города, Медина, Босния, Чечня, Афганистан, Пакистан. И вот из этого списка переводчик-диктор взял именно слово Чечня и перевёл его как другие места. И, естественно, на это было обращено внимание, сразу вложен злой умысел, ненависть к нам, неприятие и так далее. Почему именно из этого списка не была произнесена Чечня, то есть сразу возникли, естественно, такие подозрения. И если бы там, допустим, было бы сказано Медина, Босния и другие места, и всё, ну подумали бы, наверное, не захотел человек перечислять. А тут говорится Медина, Босния и другие места, Афганистан, Пакистан, то есть, понимаете, дальше тоже начинается перечисление городов. Поэтому, естественно, это вызвало волну негодования. Но я, конечно же, на это отреагировал абсолютно спокойно, так как мне вообще на самом деле абсолютно как-то плевать, названо, не названо. У нас нет какого-то дефицита в упоминании, то есть нет с этим никаких проблем. Но вопрос, конечно, всё равно возник, и я понимал, что из этого будет фитнес, как бы это будет распространяться однозначно в чеченской среде. И вообще этот ролик, там, где человек обратил на это внимание, этот ролик был на чеченском языке. Адлан Харчо зовут, это требующий знания, студент, как я поняла. Он вообще обратил на это внимание. И я отправил это человеку, нашему брату, у которого я знаю, что у него есть контакты. Когда я его отправил, этот брат мне сказал, я как бы в курсе, я уже получил эту информацию неоднократно. Я уже запросил, как бы переправил им, запросил у них, чтобы они как-то сделали какое-то разъяснение. И после этого появляется, на следующий день, то есть 17-го вчера, появляется разъяснение, я возьму это в кавычки, в таком претензионном тоне сделанное, такое минут 12, по-моему, разъяснение от человека, который озвучивал, оказывается, этот ролик. Я не знаком с этим человеком абсолютно. И где-то как-то я его мельком видел, но не знаю вообще абсолютно, у меня нет никакой информации о нем, не было до сих пор. Оказывается, он, значит, это озвучивал, и он в такой претензионной форме, и там прям граничащий с оскорблениями, он очень долго объясняет в конце, там, ну если там уж, ладно, уж кого-то там что-то задело, извините, братья, чеченцы, если у вас это... Но до этого сказано много всего, что задело уже гораздо больше каких-то там роликов, неупоминаний. То есть там есть такие обороты, как этот синдром, выключите уже этот синдром жертв, постоянно ходите обиженные, там вот такие вещи. И, естественно, это уже как бы вызвало и у меня бурю эмоций. Я поэтому, я публично это прокомментировал. Вчера я выложил эти два ролика, где оригинальный ролик на английском языке, а точнее не ролик, а вот эту часть неправильно озвученную, значит, оригинальную на английском языке Мухаммада Амдулджабара, и вот кусочек из того, что было опубликовано, уже озвучено 10 лет назад на канале Худа Рус. Затем также выложил и пояснение этого озвучившего, ну и свой комментарий. И попросил Худа Рус, чтобы они официально как-то это прокомментировали. Так как я, ну, понятия не имею, этот человек озвучивший, он сейчас вообще работает, там не работает, является он их официальным спикером. Я не знал, ну и не знаю на самом деле до сих пор. И, в общем, сегодня, хвала Аллаху, они сделали по этому поводу разъяснение. Я думаю, в принципе, этот вопрос нужно, я считаю, его закрыть, так как здесь основа была в том, чтобы люди, которые по этой причине могут как-то отвернуться от Худа Рус, чтобы вот этого не произошло, чтобы не было мнения об этом канале в целом, потому что это, сначала, наши братья, от них нужно получать пользу. Я считаю, что, в принципе, этот вопрос закрыт. Сами аргументы, братья мои, как, типа, там, может быть, там, просто не хотели в чечном негативном контексте упоминать, но это, вулах, я не знаю, почему вы это снова повторили. Это настолько, как бы, не аргументы, это, вы же понимаете, что там Медина упомянутая. Но неужели, ну, это же человек, который так себя повел, это, наоборот, с плохой стороны его только показывают. Если он может Медину упомянуть, святыню всех мусульман, это тут не, это не просто, как родина там, арабов. Это не просто, понимаете, это, если человек считает, что Медину можно упомянуть в негативном контексте, а Чечню при этом нельзя, это, наоборот, как-то его с очень плохой стороны показывает. Поэтому я не знаю, почему этот аргумент снова был упомянут. И надо еще, в целом, сказать, что вот это непонимание многих, типа, ну и что там, не сказали. На самом деле, здесь есть две, как бы, стороны, как минимум, которые обязывают человека переводить правильно. Первое, это, во-первых, Амана, это по отношению к этому Мухаммаду Абдуль-Джабару, это обязанность его слова перевести правильно. Мы не можем взять слова какого-то человека, перевести так, как нам хочется, что-то там спрятать из его слов, что-то озвучить. Это тадлис, это подмена. Так не делается. То есть это, в принципе, вещь, которая недозволена, недопустима. А, во-вторых, здесь очень важен, как бы, сам контекст всего этого, когда именно одна страна не называется, ее название не произносится, а другие произносятся. Ну, конечно, это наталкивает на определенные мысли. В общем, как бы там ни было, к братьям из Худа Рус вообще никаких вопросов нет. Барак, Аллах, Афиквам, братья, что вы откликнулись на это, записали это пояснение. Это очень обрадовало, на самом деле, что такие вот вопросы, которые возникают, на них реакция бывает соответствующая. И я, честно говоря, и не сомневался в том, что вы сможете это сделать наилучшим образом. Теперь, что касается вот этого конкретного человека, озвучившего, я хоть его и не знал до этого, сейчас немножко, к сожалению, узнал его. Но не лично, но узнал. И это знакомство, оно негативное оказалось. И я скажу, что вот именно ему я как раз-таки и не верю. И вообще, я, конечно, оберчен тем, что он был одним из трех тех, кто там от имени Худа Рус объясняет эту ситуацию. Очень не хотелось, честно говоря, его видеть. Вот именно этому человеку я лично не верю. И на то есть причина, она не в том, что, даже не в том, что, да, не столько даже в том, что он записал вот это вот разъяснение, в котором произнес нам эти слова. Хотя здесь, безусловно, тоже есть момент, который, даже если бы не было больше ничего, вот этот момент, он бы требовал того, чтобы этот человек это исправил. Но здесь выяснились еще немного другие моменты, именно выявляющие лицемерие этого человека. Я сейчас не говорю, я всем адвокатам сейчас сразу говорю, что здесь не идет речь о лицемерии в его имане. Я сейчас не об этом говорю. Лицемерие имеет широкий смысл, когда человек показывает одно, а прячет за этим совершенно другое. Так вот, здесь уже лично в мой адрес есть конкретное лицемерие от этого человека, когда он делает такое красивое, с таким красивым внешним видом рассказывает, братья, там, не думайте плохо, вы должны думать хорошо о своих братьях. А тут, оказывается, целый семейный такой подряд, там, оказывается, у супруги есть там какие-то каналы свои, и там идет строчение в мой адрес, где там специально, чтобы как-то задеть честь, там, имя с маленькой буквы напишут, там, и комментарии, которые под этим пишутся в мой адрес. То есть, весь негатив оставляется, остальное все удаляется, закрывается возможность комментирования для других. Вот эти вот моменты, которые показывают это лицемерие. То есть, он сидит, вот это вот все от своего имени ты не делаешь, но у тебя, оказывается, это семейный такой бизнес, когда у тебя семья занимается, жена у тебя активна в этой теме. И вот это вот все идет, а ты потом садишься на камеру и такой, с таким красивым внешним видом братья, вы должны иметь хорошее мнение, we love you. You love me. Субханаллах, это такое лицемерие, это настолько недостойное поведение. Поэтому лично, я в отличие от тебя, моя жена тебе ничего не напишет. Я отвечаю за это. Ты никогда не увидишь, чтобы моя жена где-то что-то про тебя написала. Но я тебе вот так говорю, то, что вы делаете в отношении меня, это очень недостойно. Вот этот вопрос сначала уладьте, снимите эти лицемерные маски, либо вот так объявите открыто свою вражду, либо снимите маски, извинитесь и закройте этот вопрос. Это мое, я думаю, исчерпывающее мнение по этому поводу. Дальше не хочу даже ничего на эту тему говорить. Субтитры создавал DimaTorzok